Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем The Hunter Call of the Wild. Так, ребятушки, у нас тундра, да, тундра, мы будем с вами играть в этих заснеженных холодных местах. Заболоченные угодья. Так, и ребятушки, я купил себе, сейчас увидите, что я себе купил, сейчас только его возьму себе, вот что. Ха, надо будет выбрать себе какой-нибудь. Так, давайте вот так вот, нефритовый возьмем. Да, я долго думал, стоит брать, не стоит, почитал отзывы, кто-то говорит, что пустая трата денег, ну а я считаю, немножко наоборот, ребята, для исследования таких больших территорий квадроцикл здесь самое то. Так, ну что ж, давайте мы с вами определимся. Куда бы тут рвануть? Ну, давайте, предположим, сюда поедем. Ну что, у нас в тундре, какие будут животные? Медведи, лоси. Кстати, здесь будут даже рыси. Насколько вы помните, рысь у нас это хищное животное, и я даже не знаю, ой-ёй-ёй-ёй, тихо-тихо, я даже не знаю, как оно будет себя вести при встрече со мной. Или как я буду себя вести при встрече с ней, с рысью, с этой. Ёлки-палки. Ребята, немножко как-то неуправляемый он. Точнее, управляемый, но заносит при повороте. Ладно, ну а так вроде бы неплохо. Ни хрена не вижу, правда. Куда я там еду, блин? Хотел по дорожке поехать. Но поехал через лес, ядрить его на корень. Ну, согласитесь, ребята, что игра сделана довольно красочно, красиво всё здесь так оформлено. Прямо как будто действительно на природе. В принципе, меня эта игра этим и привлекает. Что, знаете, как будто я сейчас в данный момент действительно нахожусь в лесу. Так, интересно, а у меня байк этот ломается или нет? Квадрик, точнее. Вот, видите, заносит, ёлки-палки. Но, может быть, это из-за того, что здесь как бы всё заснежено и во льду. Хотя, не факт. Сколько у нас тут? Ну, считай, 200 метров. Ё-моё. Нежелательно, наверное, врезаться во все эти ёлочки. И что-то я пока не вижу никаких животных абсолютно. Даже пробегающих, даже никто не кричит. Как-то это меня наводит на грустные мысли. Ёлки-палки. Блин, я его точно раздолбаю здесь. Надеюсь, его можно будет починить. А может быть, он не ломается. И мы приехали к с вами на эту точку. Но вы знаете, что это? Здесь у нас будет сторожевая будочка. Давайте-ка мы с вами сделаем, наверное. Всё. Отлично. Больше нам, в принципе, здесь делать нечего. Давайте другую какую-нибудь отметинку сделаем. Вот, кстати, для чего квадрик и хорош. Что можно доезжать до вот этих вот точек и открывать. Причём довольно быстро. Потому что пешком я просто заклёбывался туда бегать, если честно. А на квадрике, я думаю, очень даже кстати будет. Поехали. Почти километр нам дотуда добираться. Птички чирикают. Но животина пока почему-то не орёт. Как-то не странно, а? Даже никого нету. Я вообще не вижу, чтобы кто-то здесь пробегал. Обычно, когда вот на таких вот больших пустошах находишься, хоть какую-нибудь животинку можно увидеть. Там зайчиков, белочек. А тут вообще тишина. Может быть, слишком рано я вышел? Или слишком поздно? Ё-моё! Я вообще здесь смогу хоть забраться-то наверх? Выбрал тоже мне. Не, смотрите-ка. Ммм! Меня вот это радует. Довольно неплохая проходимость у него. Так, ну что? Почти 500 метров, да? Почти, грубо говоря. Сейчас мы посмотрим, что у нас там будет на этой отметине. Ну, обычно я люблю открывать всякие, как сказать, исторические точки, которые у нас присутствуют в этой игре. Почитать немножко для себя, как познавательный мир, ёлки-палки. Неплохо, неплохо, короче, этот квадрик. Мне... О, тихо-тихо-тихо! Врезался в валун. Давай съезжаем. Можно объехать-то, я надеюсь, эту всю фигню. Да-да-да, есть. О, дорожка у нас тут, тропиночка. Поехали по этой тропинке. О, я смотрю, и снежок у нас тут начал падать. Значит, потеплело. Мороз спал. Жалко, здесь, конечно, не показывается, сколько сейчас на улице градусов. Интересно было бы узнать. И вот у нас очередная точка. Ох ты. А это у нас как раз о том, что я говорил. Сейчас мы почитаем. Так, железная дорога Северного канала. Железная дорога Северного канала является частью Транссибирской магистрали. Самой длинной железной дороги в мире. Построена ещё в царскую эпоху. Вот как оно, ребят. Открыта новая достопримечательность. Получил опыта, соточку. Ну, в принципе, и всё. Так, куда можно тут сходить, а? Давайте, наверное, может быть, вот сюда вот. Давайте пешком, наверное, с вами ломанём туда. Квадрик, я надеюсь, никто не свистнет. В этом лесу. Ага, вот и сама железная дорога. Ещё в царскую эпоху было сделано. Вот так-то. Нихухры-мухры. О, позёмка пошла. Блин, ребят, ну действительно, где вся животина-то? Я не пойму. Даже никто не кричит. Обычно, знаете, там лось что-нибудь там прокричит у нас. Или кабан визгнет. А тут просто тишина, как будто я один здесь. Может быть, я просто пока болтаю, ничего не слышал? Да нет, там всё равно должно было показываться, что крик происходит там. О, что? Это что сейчас такое было? Вы увидели? Ну, видите, это не глюк же был. Что-то пробежало. Причём с такой офигенной скоростью. Может, это... Как его? Йети тут? Бегает, блин. Сейчас сзади нападёт. Нафиг. О, тихо. Следы кабана. Неужели это был кабан? Но с такой скоростью бегать, это... Я не знаю. Это никогда в жизни не попадёшь в него. Так, 150 метров осталось до точки. Но мне кажется, там тоже будет наблюдательный пункт у нас. Почему-то такое предчувствие у меня. Тишина. Ну, согласись, ребят, да? Опа! Дружок идёт. Интересно, попал или нет. Целился я в шею, ребята. Ну, я не видел, чтобы он выбегал. Давайте мы сейчас до туда дойдём и глянем. В крайнем случае, должна хотя бы кровь быть. Ну, а в лучшем случае, тушка будет валяться. Где-то... Где-то вот в этих районах, да, по-моему? Вот здесь вот. Так, я вижу кровь. Угу. Ну-ка, давайте определим. Смертельное попадание. Значит, где-то здесь недалеко он должен быть. Это у нас, я так понимаю, был лось или лосиха. А вон зайчики бегают. Или белочки. Короче, лес ожил. Началась какая-то движуха. Подожди-ка, я не понял. А не, всё-всё-всё нормально, ребята. Всё пучком. Идём чисто по следу. Будем выслеживать. Смертельное попад... Ага, вот он и кричит уже. Когда смертельное попадание, обычно они долго тут не бегают. О-о-о-о-о-о! Тихо! Си-ка! Да ё-моё, блин! Так, вот он. Блин, где он? Только что же был. Чё-то я потерял, ребята, его. Ладно, давайте-ка мы сделаем так, по-умному. Ворота в подземный мир? О чём вы тут? Какой подземный мир? Так, вот кровь. А, дальше идут следы. Опачки, ребята! Вот и тушка. А это значит, там выбегал совсем другой лось. Блин, жалко я, конечно, упустил. Ну что ж, давайте глянем. Вот он, родной, красавчик. Попал я ему куда? Мягкие ткани, правая, лёгкая. Угу. Ну что же, я доволен. Опыта мне дали 82. Награда за использование винтовки плюс 25. И всё. А это вот, я так понимаю, следы свеженького лося. Вот он здесь бежал. Обделался бедный. Совсем недавно. Ну да, совсем недавно. Буквально пару минут назад. Так, ну у нас, к тому же, ещё есть своя конкретная точка. До которой мы идём. Вот 160 метров до неё осталось. Так что будем держаться этого курса. Ёлки-палки. Ветки по лицу ничего не вижу. Ничего не слышу. Всё чисто на горизонте у нас. Солнышко вроде бы встаёт. Или наоборот садится. Непонятно. У нас жалко нету тут с собой часов, да? Ну да, ребят. По-моему, это всё-таки будет у нас опорный пункт. Очередной, который нужно будет, конечно же, сделать. И в нём уже можно засесть. И наблюдать за животными. Да, опорный пункт. Это вот так вот обозначается он. Таким значком. Ну что же, давайте тогда, наверное, мы с вами его и сделаем. Раз уж пришли сюда. Так, а здесь у нас вот такой вот он. Понятно. Тот был наземный, а этот уже как бы на возвышенности. Вы что-нибудь слышите? Я абсолютно ничего не слышу. Давайте-ка вот так сделаем. Вдруг кто-нибудь реагирует и придёт. Это, как вы понимаете, я приманку использую. В данный момент приманочка. Как она называется, я уже не помню. Подбитой косули вроде бы. Или подбитого зайца. Так, это у нас лань. Ну, лань тут навряд ли у нас будет. А вот заяц подбитый вполне. Хм, тишина. Никого нету. Так, ну что, куда можно ещё сходить, блин? Сюда далековато. Может быть... Так, у нас опорные пункты. Вот надо вот этот, по идее, открывать нам обязательно, ребята. Потому что, чем больше мы откроем опорных пунктов, тем нам будет проще. Это на случай ночёвки. Ну и всякого прочего. Барахла. Ладно, ребят, давайте вернёмся, наверное, к нашему квадрику. Сядем, и уже на нём будем добираться до точки. Потому что бежать туда, это охренеть сколько можно. Если вы не верьте... Тихо. Кто это у нас тут рычит? Так, рысь обыкновенная. Ёлки-палки, рысь. Слушайте, у меня всё-таки жизни не вечные. Я вот даже не знаю. Вот если она, например, нападёт на меня, как с ней совладать? Дайте-ка я, наверное, сюда заберусь. От греха подальше. Чёрт узнает, что от неё ожидать можно. Да куда ты вылез-то, ё-моё, блин? Я хотел посмотреть. Блин, упустил, а? Так, давайте-ка ещё раз раненого зайца сыграем. Вдруг придёт. Рыси я ещё ни разу не подбивал в этой игре. Я даже не знаю, как она и выглядит здесь. О, красавец, смотрите, какой стоит. Так, давайте-ка его. Да что-то... Вот так. Готов, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, вон там лежит тушка. Открыто достижение у нас какое-то. Не успел прочитать, правда. Так, если я, например, сейчас пойду... Я надеюсь, рысь на меня сзади там не напрыгнет. Так, нет, как-то не так немножко, надо... Ладно, фиг с ним. Направление главное, мы знаем, куда идти. Для чего я это делал, ребята? Для того, чтобы не потерять... Нужное мне направление. Так, вон он. Я так понимаю, это всё-таки тушка там лежит. Но что-то как-то больно уж велика. Ворота в подземный мир. Нет, по-моему, это всё-таки... Да, это всё-таки тушечка у нас. Да, попал ровно, видимо, в шею. Сейчас посмотрим, куда у нас было попадание. Мягкие ткани, череп, мозг. В голову я даже попал. Отличная стрельба и домосед. Два достижения мы с вами открыли. Награда за использование винтовки. Плюс 38. Вот эти вот очки, которые плюс 38, там плюс 25. Это нам даёт что? То, что навык владения винтовками. Также здесь владение ружьями, пистолетами и новинки, как вы знаете, луки. Кстати, я хочу купить здесь лук и поохотиться с ним. Он вообще бесшумный, не издаёт никакого шума. И это очень хорошо охотиться, когда большое скопление животных, например... Тихо. Показалось. Когда большое скопление животных, ну, например, там... Самка, самец и, предположим, там их малыши гуляют. И можно, например, самца подбить, не испугав, например, самку. Ну, вы поняли, короче, к чему я тут вообще это говорю. Или когда, например, стая кабанов. Если я, например, в одного кабана стрельну, то остальные, естественно, разбегутся. Я имею в виду из ружья или из винтовки. А из лука такого не должно быть. Ну, это, по крайней мере, мои догадки, ребят. Это я не утверждаю. В общем, мы потом с вами посмотрим это дело. Всё, как будет происходить у нас. Но в данный момент у нас немножко другие цели. Сейчас надо мне добежать до своего квадрика и ехать в опорный пункт. Также не забывайте, что нам на каждой новой карте дают определенные задания, которые мы с вами должны сделать. Ну, они, конечно, не в обязательном порядке, но, тем не менее, рекомендуемы. Также эта игра, ребята, онлайновая поддержит кооператив. Можно охотиться, по-моему, аж чуть ли не целым взводом здесь бегать. И переключается это в любой момент. То есть я могу сейчас бегать здесь, переключиться в онлайн режим и присоединиться к какому-нибудь отряду охотников. И охотиться на определенную дичь. Но в данный момент для меня эта карта новенькая. Здесь я еще ничего толком не знаю, ничего толком у меня не открыто. И предполагаю, сейчас мы с вами будем просто разведывать пока территорию. Давайте ставим сюда вот отметину. И я думаю, что нам нужно ехать. Поедем вот по этой тропиночке. Она, по-моему, как раз идет именно туда. Потому что мне жалко квадрик убивать на этих камнях. Постоянно врезаться во что-то. Да и ноги уносить лучше отсюда. Потому что бродит недалеко рысь. Хотя, если честно, я не знаю. Рысь боится человека? Ну, я думаю, что боится. Но если очень, наверное, голодная или злая. То вполне, наверное, может напасть на человека. Медведь так на меня нападал. Вы, наверное, в прошлых сериях видели, да? Что такое медведь? И что будет, если он к тебе подойдет вплотную? Как говорится, если ты его сразу не убил. Ну, с двух-трех выстрелов. То дальше лучше сматываться. Хотя от него ты хрен убежишь. У него скорость такая, что будь здоров. Так же я как помню, да? Когда подраненный лось взял меня на свои рога. Тоже мало не показалось. Поэтому надо всегда с собой носить дополнительную аптечку. Чтобы можно было подкрепить здоровье себе. И желательно, я думаю, тоже приобрести каком-нибудь себе магнум. Для ближней атаки. У него убойная сила. Обалдеть какая. То есть, если даже медведь к тебе подойдет вплотную. Из магнума можно просто его в хлам разнести. Этого мишку. Ну, про рысь я уж молчу. Ее просто как надувной шарик разорвет. Но опять же, чтобы пользоваться магнумом и пистолетами, нужно развивать навыки. А для этого тебе нужно с обычной пукалкой бегать, пока ты не наберешь определенное количество очков. Так, открыт новый опорный пункт у нас. Ага, вот оно значит как. Так, тут у нас спальник, ребята. Где мы можем переночевать, отдохнуть. Это наш склад. Тайник. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вот, лук. 6 тысяч баксов стоит, да? У меня. У меня позволяют деньги. У меня почти 30 тысяч долларов. Так, это вот винтовочки. Да, винтовки, конечно, хороши. Ружья тоже хороши. Но я все-таки, наверное, склоняюсь, ребята, к лукам. О, смотрите. У меня даже, видите, владения нету. 426 очков нужно, чтобы прицел Red Raptor, красный Raptor использовать. Хм. А вот они мои винтовки, ребята. Ranger. Ranger Master. И Magnum 7-миллиметровый Regen. Три винтовки у меня пока. Но, поверьте мне, они очень-очень дорогие. По крайней мере, две. Одна-то там легонькая. А вот остальные дорогие. Это у нас манки. Приманивают животных. Тоже для каждого животного есть свой определенный манок. Манок. Видите? На оленя. На косуле у меня есть. На кабана дикого есть тут. На Резвульду. Даже манок на оленя самка. Манок рога. Там на лося. Вот у нас тут аптечка и нейтрализатор запаха. Оу, рюкзаки. Ребята, у нас появились здесь рюкзачки. Раньше их не было. Ценники, да? Ёлки-палки. Рюкзак 20 тысяч долларов стоит. Что же это? Ну, здесь, конечно, не доллары. Здесь какие-то определенные свои валюты. Но, тем не менее. Так, это у нас оптика. Бинокли. Всякие. Смотрите, скоро смогу себе взять вот этот вот. Apex VIV 7X 42 Zoom. Так, ну, а это уже мы видели. Так вот, я и думаю. Что же нам с вами взять-то? Рюкзачок, что ли, купить? Мини-рюкзак. Тайга. 5 тысяч. Повышение шума. Повышение незаметности. Так, они только расцветками отличаются у нас. Прицелы для луков. Видите, владение луками нужно иметь определенное, чтобы я мог себе ставить новые прицелы. Так что давайте брать... Черт его знает, какой тут лучше взять-то? Точность 38. А вот это 33. Давайте вот это, наверное, мы с вами купим. 6 тысяч баксов отдадим. Взял только лишь из-за точности. Так, и, конечно же, нужно брать стрелы. Эти нам стрелы не даются, пока мы с вами, опять же, не повысим уровень навыка владения луками. Дают вот самые начальные. Да, конечно же. 420 грамм весит стрела с широким наконечником. Ну, я думаю, вполне сгодится. И я помню, что для какой-то винтовки мне нужно покупать патроны. Вот только для какой? Не помню. Хоть убей. Это надо будет смотреть. Так, мужской. Ну, это моя одежда. Рюкзака, как видите, у меня нету пока. Поэтому я думаю, что надо нам с вами приобрести рюкзачок. Снаряжение, да? Ну что, я думаю, что за 20 тысяч где-то нужно покупать. Это минимум. Так, дополнительный объем 9. 9 чего? Килограмм. Так, а маленькие? Ну, за 5 тысяч не охота даже и мараться. Камуфляжный костюм 12 тысяч. Тут северного охотника тоже 12 тысяч. Нет, мне нужен рюкзак. А для чего он нужен? Чтобы я мог носить больше всякого запаса с собой. Например, там дополнительные патроны. Или даже еще хотя бы одну винтовку какую-нибудь. Даже не знаю. Какую взять-то, а? Повышение шума. 5. 7. Нет, давайте за 20 тысяч возьмем все-таки. Не будем мы за 10 тысяч брать. Вот так вот. Как говорится, что есть, то есть. Все, пригодится нам. А почему? А, вот все. Вот, вот так вот делается. Большой ледник. Планируйте взять с собой множество полезных вещей. Для этого вы не найдете ничего полезнее нашего большого охончего рюкзака, который без труда вместит все ваше снаряжение. Почему бы не взять с собой сразу все, что только вам понадобится? Доступен в цвете тайга, который поможет вам слиться с окружающей средой. В принципе, то, что надо нам, да? Так, персонаж. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Не надо менять елки-палки. Давай. Е-е-е-е. Да, дайте мне моего старенького. Вот он. Нет-нет, не этот. Вот этот вот. Хорошо. Так, что у нас еще? По-моему, все. С магазином мы вроде бы как разобрались. Это мы купили, это мы купили. Так, боеприпасы для винтовок. Ружья, луки. Патроны. Вот я не помню, какие же мне нужны, а? У меня рейнджер. Так. 243, да? Потом... Ну, тут понятно, 7-миллиметровый калибр. Это на магнум. Ладно. Короче, ребят, не будем запариваться. Мы сейчас с этим делом. Главное, что у нас есть лук, есть стрелы для него. Так, вот у нас, значит, видите, ноль патронов. Но только не могу понять, что это у меня за винтовка такая. Никак не посмотреть. Модель. Ну, это мое имя. Я 21-го уровня. И счет у меня 876. Это, понимаю, это общее количество очков. То есть, я еще здесь не такой лучший профессиональный охотник. Ну, что ж, давайте тогда с вами куда-нибудь еще выдвинемся. Не забудьте зарегистрироваться. Не забудем. Смотровые позиции. Принять. Enter. Посетите смотровую позицию. Значит, у нас рыбацкий залив. Вот такое у нас, ребят, сейчас задание висит в данный момент. Давайте-ка посмотрим, где этот у нас рыбацкий залив. Ага, вот он. Вот рыбацкий залив у нас. И, я так понимаю, нам, наверное, нужно вот эту вот посетить. Больше я ничего такого здесь не вижу. А как, интересно, я туда буду добираться, если она где-то на горах находится. Фиг с ним. Давайте ставим точку. Идем, берем наш квадрик. И будем туда уже добираться на нем. Мне, конечно, бы еще сориентироваться. Что же это? Нет, на этой винтовке нормально. Вот с этой винтовкой. Так, прицел. Прицел пускай стоит. Нафиг нам его снимать. Так, инвентарь. Вот, смотрите, у нас Рейнджер, Рейнджмастер и Маглум. Ага. На Рейнджер 243. Тут 25, а вот на Рейнджер 243 ноль патронов, ребята. Вот, в принципе, для него нам и нужны патрончики. Сколько там они стоят? Я уже и не помню. Ну, сейчас мы с вами немножечко купим. Так, Рейнджер 243, да? Вот, по идее, вот эти вот должны быть. Или же с полимерным наконечником. Давайте с полимерным купим. Фиг с ним. Они получше, ну, подороже, но они и получше. Ну, а теперь, наверное, мы с вами. Вот, и другой разговор. Все. Это самая первая моя винтовочка была. Так, заходим. Ух ты! А раньше не так было. А раньше мы просто появлялись. Даже не появлялись. Мы просто выставляли часы. Сколько мы будем спать? Все, а сейчас, смотрите-ка. Мы можем зайти сюда в домик, посмотреть даже. Прикольно. Печурка. Смотрите-ка. Кровать. Время у нас сейчас. Ага, шестой час вечера. В принципе, не так уж и поздно. Ладно, давайте мы с вами поедем в Рыбацкий залив на вот эту вот смотровую площадку. Или на эту лучше поехать. Пьяный лес. Пьяный лес. Блин, вот название, да, ребят? В тайге, может быть, такое и есть. Но я почему-то... О, вот я о чем... Так, я что-то не понял. А с какого перепуга у меня... Ах ты, елки-палки. Ё-моё, ребята. У меня квадрик оказывается с определенным запасом ХП. Вот синяя полосочка рядом, где она... Скорость показывается, да? Как вы видите. Синяя полоска. Если она... Закончится, я думаю, что все. Мой квадрик сломается или взорвется. Интересно, а я его починить-то смогу или нет? А то он все-таки 150 рублей стоит. Как-никак. А ехать нам с вами 750... Ну, грубо говоря, 750 метров. Ну, едем мы довольно быстро. Очень быстро приближаемся. Бежать бы мне до него пришлось бы долго. Я, наверное, дай бог, к вечеру бы добежал бы. А так... В принципе... Быстро должны поспеть. Надо ехать аккуратнее вот среди этих ёлок. Потому что... Могу не увидеть какой-нибудь препятствий. Валун. Или какой-нибудь пенёк. Об который могу врезаться. И ещё нанести больше повреждений своему квадрику. И это нежелательно нам делать. Потому что я ещё не знаю, можно ли чинить его. Так, ну что? 470 метров. Уже практически вот цель. Было 800. Уже полпути проехали им с вами. И опять же, смотрите, мы едем. И никаких животных нету. Мне такое ощущение, что мы, наверное, когда едем на квадроцикле, мы их просто-напросто распугиваем. Там, они слышат рёв двигателя. Там, хрен знает, за сколько километров. И все разбегаются. Скорее всего, так оно и есть. Вот, наверное, из-за этого ребята там и отписывали, что оно не стоит того. Там тыры-пыры тролли-вали. Вот, я вышел, видите, на пустошь. Обычно, если бы я сюда шёл бы пешком, сто пудового кого-нибудь здесь увидел. Ну, а в данный момент просто тишина. Ни белочки, ни зайчиков, никого здесь нету. И квадрик мой дымит, зараза. Такое впечатление, что он просто пластмассовый. Я его толкаю, он аж бедный ходуном ходит. Смотрите, сзади у него там, да? Амортизатор. Ну, всё как полагается. Так, где у меня этот? Что-то я не могу понять. А, вон он, ориентир. Ага, вон и смотровая вышка. Нам нужно на неё забраться. Да, заносит нехило, особенно. Вот, по льду. По льду вообще ужас. Неуправляемый какой-то, ёлки-палки. Ну, я думаю, что вряд ли мы на нём заберёмся. Вот по такой вот скале. Это-то ладно ещё. А вот дальше, который будет слишком крутой. Там уклон идёт. Я думаю, мне, наверное, придётся слазить с него и добираться уже. Опс! Валун. Пойдёмте, наверное, с вами пешком пробежимся. 100 метров это для нас не расстояние. Главное, чтобы... Как тут только пройти-то, я не могу понять. Давайте-ка вот, наверное, здесь бежим. Потому что мы сами здесь не поднимемся вверх. Вот здесь должны, в принципе, приподняться мы с вами. Так, отличненько. Ну, вот она и вышечка родная. Сейчас нам, как обычно, покажут обзор. Всех этих красот с вышки. Ну, и заодно получим там очки опыта. И у нас будет на карте открыт ещё один... Ещё одна смотровая вышка. А потом нам надо будет с вами, наверное, всё-таки ехать... Как там, в рыбацкий ручей. Потому что у нас там задание стоит. Основное, которое нам нужно сделать. Так, отлично, забрались. Ух ты. Ну, опять же, я пока никого здесь не вижу, ребят. Нет, монок мне не нужен. Вот, бинокль. Ну-ка. Может быть, кого-нибудь всё-таки сможем увидеть? Нет, походу здесь никого нету. В ближайшие километра два, наверное, все поразбежались. Вообще пусто. Действительно, как в тайге. Ни души. Так. Вот они все, красоты. Так, получен опыт соточка. Так. На этом опорном пункте открывается отличный вид на природу. Отсюда можно увидеть другие пункты и наблюдать за охотничьими угодьями. Угу. Понятно, спасибо. Оружие, боеприпасы, прицелы, приманки, оптика. Всё у нас с вами есть. Даже я бы сказал в избытке. Деньжная награда. 1049. Ну что же, я думаю, что нам надо с вами... Ближайший опорный пункт отмечен в вашем хантере. Идите туда, если вам нужно отдохнуть, укрыться от непогоды или взять припасы. Возможно, там вам придется что-нибудь чинить. Этой зимой на нем было мало людей. Спасибо тебе за разъяснение. Так, а здесь у нас что? А, ничего. Просто лестница. Ладно, давайте, ребята, отсюда спускаться. В общем, следующая у меня будет цель. Это рыбацкий ручей, по-моему, да? Да. Но сегодня мы, наверное, будем завязывать с видео. А в следующем ролике, наверное, продолжим. Так что, ребята, пишите, понравилось вам или нет. Стоит ли дальше вам все это показывать, снимать? Сейчас только добегу до своего квадрика. Что-то я за него трясусь. Как он там, бедненький, без меня. Никто ли его не украл? Не сгорел ли он там? Не задымился? Не залило ли свечи? Так, ну что, вроде бы на месте. Я не знаю, как я на нем буду сейчас добираться до туда. Ума просто не приложу. Но надо ехать очень и очень аккуратно. А может быть, даже его просто-напросто поставить где-нибудь в опорном пункте. А двигаться уже самому пешком. Но это будет очень и очень долго. Поэтому лучше ехать на нем, но довольно-довольно аккуратно. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих новых видосиках. Так, что ж такое-то, а? Блин, бедный-бедный мой квадрик. Не переворачивается зато. Это очень круто. Ну, в общем, все, ребятушки. Будем заканчивать. Да что ж ты... Как говорится, до новых скорых встреч. Ну, а вам главное удачи. И ходите почаще на природу, ребята. Не обязательно на охоту, но на природу выходить надо. Все. Всем пока. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»